У нас на связи Дмитрий Снегирёв, военно-политический аналитик. Дмитрий, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Добрый день. Спасибо за приглашение. Рады вам. Дмитрий, ну, ваша оценка того, что сейчас происходит на Покровском направлении и насколько сейчас действительно мы можем говорить о том, что эти наступательные действия со стороны армии Российской Федерации, ну, по крайней мере, по состоянию на сейчас, они остановлены? Да, на данный момент именно на Покровском направлении, а наступление россиян остановлено, приостановлено. Дальнейшего продвижения нет. Перед дислокацией на данное направление одной из наиболее боеспособных бригад Национальной гвардии, речь идёт о городах, смогло изменить характер боевых действий и, соответственно, силы обороны Украины, имеют сейчас возможность контратаковать на отдельных участках фронта. Но давайте с вами и проанализируем сообщение The New York Times, о котором вы уже сообщали. В издании добавили, что в районе Покровска Украина усилила свои войска солдатами двух бригад. О присутствии в городе Нью-Йорк возле Покровска заявили и в 12-й бригаде ОЗОН Национальной гвардии. Но дело в том, что населённый пункт Нью-Йорк – это торецкое направление, а не, соответственно, Покровское направление. Поэтому, когда подобный характер заявлений звучит и на страницах «Уважаемое издание», но это свидетельствует как минимум о неинформированности корреспондентов данного издания. Тем не менее, давайте и говорить о том, что сейчас враг в основном сосредоточил свои усилия в боевых действиях в районе Селидова. Там бои ведутся в условиях уже городской застройки. На данный момент силы обороны Украины проводят ряд успешных контратак с целью выдавливания подразделений оккупационных войск с данного направления. Ещё один весьма примечательный момент. Вы процитировали не менее авторитетное издание «Форбс», которое сообщает о том, что силы обороны Украины вступили в бой вдоль последней линии траншеи и укреплений в 80 километрах от Покровска. Но эта информация, как минимум, тоже контроверсийная, поэтому это не последняя линия оборонительных укреплений сил обороны Украины. Об этом следует говорить. Но основной момент, на чём я хотел бы акцентировать внимание, это готовность, соответственно, города Покровска, Селидова и, соответственно, Мирнограда к непосредственно боевым действиям в условиях городской застройки. И здесь возникают большие вопросы. Дело в том, что 2 сентября, соответственно, военно-гражданская администрация, извиняюсь, Покровска объявила о тендере на закупку колючей проволоки на сумму 18 миллионов гримен. Но сроки выполнения тендера – конец октября месяца. Мирноградская военно-гражданская администрация объявляет о закупке зубов дракона на сумму 32 миллиона гривен. Но срок выполнения контракта – конец, соответственно, года. Это конец декабря. Меня, конечно, радует такая уверенность военно-гражданских администраций и Мирнограда, и Покровска в соответственном возможности сил обороны Украины удерживать противника до конца текущего года на занятых рубежах. Но речь идет о том, что до Мирнограда расстояние от передовых позиций российских оккупантов 4 километра. И каким образом военно-гражданская администрация Мирнограда собирается устанавливать данные зубы дракона в конце декабря месяца, мне не совсем понятно. Вот это основной момент. Наявность, то есть наличие оборонных рубежей вооруженных сил Украины, готовность данных городов непосредственным боевым действием в условиях городской достройки. И тут еще один весьма показательный момент. В Покровске остаются до сих пор тысяча украинских детей. Это по данным руководителя Донецкой военно-гражданской администрации Филашкиной 24 тысячи гражданского населения. Опять возникает вопрос, почему гражданское население не было эвакуировано до момента приближения боевых действий непосредственно к городской черте. 24 тысячи, согласитесь, это весьма большое количество, чтобы говорить о возможных катастрофических потерях среди мирного населения в ходе боевых действий непосредственно в самом населенном пункте. Но основное, что мы должны понимать, и Покровск, и Мирноград, и Селидово, это крупнейшие промышленные агломерации. Поэтому предыдущие сообщения западных СМИ, например, «Заэкономист» и других о возможности прорыва оккупантов уже непосредственно границы Днепропетровской области, более того, переноса театра боевых действий на территорию Днепропетровской области и Запорожской области, является преувеличенным сценарием развития событий. Я напомню, бои за Чиасавьяр безуспешны для оккупантов. В течение шести месяцев происходят в данном населенном пункте. Максимальное продвижение противника – это в районе микрорайона Новый. Восемь месяцев оккупанты штурмовали Красногоровку. И только преимущество в живой силе и, соответственно, средство поражения и тотальное превосходство в воздухе позволило оккупантам оккупировать данный населенный пункт. Но Покровск, Мирноград, Селидово – это крупные промышленные центры по сравнению с Красногоровкой. Поэтому еще раз подчеркиваю, говорить о том, что ситуация катастрофическая, как об этом сообщают западные СМИ, данная информация не отвечает действительности. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проводит максимально оперативные действия в моменте передислокации оперативных резервов с целью предотвращения дальнейшего продвижения оккупантов на данном стратегическом направлении. О чем он свидетельствует, соответственно, та пауза в продвижениях российских оккупантов. – Дмитрий, а скажите, как вам видится в дальнейшем развитие ситуации в Курской области? И с учетом позиции, которую озвучил главнокомандующий вооруженными силами Украины, соответственно, о том, что вот эта операция, она, ну скажем так, ограничила возможности российской армии проводить какие-либо маневры именно на Покровском направлении? – Да, абсолютно справедливое заявление главнокомандующего Северска. Более того, давайте вспомним заявление и верховного главнокомандующего президента Украины Зеленского, что только на Курском направлении заблокировано порядка 60 тысяч личного состава российских оккупантов. Причем речь идет о том, что на Курское направление перебрасываются в том числе и с Покровского направления, и, соответственно, Кураховского, Лиманского и Северского направления наиболее боеспособное подразделение российских войск. Речь идет о частях спецназначения, бригадах морской пехоты и, соответственно, бригадах десантно-штурмовых. Это элита российских войск, и, соответственно, они не предназначены для подобного характера боевых действий. А это свидетельствует о том, что Российская Федерация не рассчитывает на срочников и, соответственно, контрактников в моменте предотвращения дальнейшего продвижения вооруженных сил Украины на Курском направлении. Но еще я отмечу, по данным Главного управления разведки Министерства обороны, Генштаб Российской Федерации вынужден был создать на фоне событий в Курской области тактические группировки Брянск и Белгород, которые насчитывают от 20 до 30 тысяч каждая. То есть суммарно, благодаря успешным действиям украинских войск на Курском направлении, а это не более 20 тысяч, по оценкам западных разведок, удалось заблокировать личного состава страны-оккупанта от 90 до 100 тысяч. А я напомню, по данным того же Главного управления разведки Министерства обороны, численность российских оккупационных войск на начало июля – это порядка 715 тысяч, а к началу сентября называлось возможности российской стороны, увеличение личного состава именно на линии боевого соприкосновения в Украине до 800 тысяч. Но, как видим, благодаря Курской операции данные планы российского командования были сорваны. И 100 тысяч на данный момент находятся не под Покровском, Угледаром и других напряженных точках театра боевых действий в Украине. Они сосредоточены на территории Российской Федерации. Вот там уникальность данной военной операции силы обороны Украины на территории страны-оккупанта. Адмитрий, давайте с вами сейчас попробуем, попытаемся спрогнозировать, какие возможные вариации могут нас ожидать в будущем. Но и с учетом тех усилий, которые сейчас прикладывает и армия украинских вооруженных сил, соответственно, для того, чтобы оказывать сопротивление вот этим наступательным планам Российской Федерации. Если мы говорим в целом о Покровске, то битва за этот населенный пункт станет кульминацией наступательной операции Российской Армии в этом году. Она не может захватить город, несмотря на то, что численность ее сил на этом участке фронта почти в четыре раза больше, чем военных в ВСУ. Ну, по крайней мере, вот такие цифры приводит Украинский Центр оборонных стратегий. По его данным, каждый день, когда войска РФ не продвигаются вперед, силы обороны работают над укреплением своих позиций вокруг города до наступления зимы. А в холодное время года активность боевых действий обычно снижается, поскольку на нее можно больше ресурсов. Основные бои сейчас идут в районе Селидова. Этот город фактически является воротами в Покровске. Российские военные пытаются прорваться туда по главной дороге, но украинские военные технику оккупантов подрывают и захватывают. Аналитики отмечают, что из-за особенностей рельефа без обеспечения безопасности и укреплений в районе Селидова армия РФ не сможет поддерживать вот это наступление. Дмитрий, да, как вам видится вот такая оценка, такой анализ, да, с учетом, так скажем, взгляда уже на осень-зиму 2024-го, та уже, наверное, начало 25-го годов? Отмечу, что это объективная оценка, причем давайте отметим, что это украинский центр оборонных стратегий и оценка объективная, в отличие от предыдущих сообщений западных СМИ, которые мы с вами здесь цитировали. На данный момент успешные контратаки СОУ на покровском торецких направлениях позволили заблокировать дальнейшее продвижение российских оккупантов и, соответственно, дали возможность украинским силам обороны выиграть время на создание инженерно-фортификационных сооружений. Еще раз подчеркиваю сообщение о том, что СОУ сдерживает на последних рубежах обороны до покровского противника на расстоянии 80 километров, расстояние соответствует действительности, но не соответствует действительности информация о последних рубежах обороны, как раз и дает возможность силам обороны Украины проведения дополнительных инженерно-фортификационных сооружений, подготовки непосредственно данных агломераций для активного характера боевых действий. Абсолютно точная формулировка. Зимний период замедлит характер боевых действий. Кроме того, следует отметить, что городские бои – это бои высокой интенсивности, и, соответственно, потери как оккупантов будут катастрофическими. Давайте вспомним с вами потери российских оккупантов во время боев за Бахмут. Порядка 60 тысяч личного состава. Это за один Бахмут. А здесь идет речь о трех крупнейших промышленных городах. Поэтому, соответственно, военного потенциала Российской Федерации, даже с учетом того, что на данном направлении создано четырехкратное преимущество в личном составе, не хватит для дальнейших планов продвижения вглубь украинской территории. Речь идет о, соответственно, Днепропетровске и Запорожье. Еще раз повторяю, перед оккупантами на данный момент стоит задача, соответственно, попытаться взять под контроль данную агломерацию. Дмитрий, спасибо вам большое за разговор и за этот анализ в эфире телеканала Freedom. Благодарю вас. Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, был с нами на прямой связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.